Мы продолжаем с помощью Всевышнего перевод книги Микадыш Исраэль, Законы Пурима, Лерихво шлема ля слаха бихолянин шереса бацоня, вагу ва батася. И мы дошли до 99-го вопроса, кто-то читает Мигилу ради своих домочадцев. И, в самом деле, мы дошли до 98-го вопроса, это похожие вопросы. 98-го вопроса, это если человек читает просто Мигилу в синагоге, Балкора, может ли он прерываться посередине, если можно что-то сказать, разрешено ли ему прерываться и говорить что-то. Я думаю, что большинство, кто хоть немножко знает еврейский закон, сразу же ответит на этот вопрос, не читая ничего, что он написал, что, конечно же, нет. Во всех подобного типа митцвот нельзя прерываться, и в частности, потому что, когда броха сделана, пока митцву не закончил, нельзя ничего говорить, не только во время чтения Мигилы, но и во всех митцвот подобного типа. И, тем не менее, что интересно, он пишет, конечно, да, что нельзя говорить ни о чем, но если очень большая причина есть, бешат от как, да, если очень требуется, то можно быть мягким. Он объясняет, почему не так очевиден его аргумент, но, во всяком случае, он хочет сказать, что немножко даже есть, получается, хетер, какое-то разрешение при каких-то обстоятельствах, что-то сказать, если очень требуется посередине Мигилы. Я не знаю, какая может быть ситуация, что очень требуется что-то сказать, если была бы опасность для жизни, и так это понятно, а что еще бывает во время, да, какая может быть срочная вещь, что во время чтения Мигилы вдруг ему понадобилось что-то сказать в полкоре. Если это может быть связано с самым чтением Мигилы, тогда и без того есть большая причина быть мягким, когда с самой митцвой связаны на него разговоры, например, он увидел, что дети шалят и много шумят, и он посередине Мигилы остановился и сказал, что, пожалуйста, не шумите, вы мешаете слушать Мигилу, или что-нибудь в этом роде, или, пожалуйста, вы видите кричащего ребенка. Что-нибудь такое, если он сказал, то это и без того будет разрешено, потому что это часть чтения, как бы, это ради чтения Мигилы он сказал. Ну, в общем, как бы там ни было, какой-то хетер есть говорить что-то очень важное во время чтения Мигилы. И вот следующий, девятый взгляд, вопрос. Кто-то читает Мигилу дома, для своих домочадцев. И пришли, допустим, люди собирать деньги в этот момент, да, в пульме же все приходят собирать деньги, вот он пока читал, например, кто-то пришел за деньгами, или кто-то пришел Мишлау Ахмана туда принести подарки на пуре, или телефон зазвонил. Можно ли в этих случаях что-то сказать? В смысле, он сам уже выполнил запрочтение Мигилы. Он теперь читает только для своей жены, например, для своих дочек. Так вот, нужно ли ему, можно ли ему прерваться, если есть причины на это? Он говорит, что если есть митцва, которая проходит, да, если сейчас не сделаешь, потом не будет возможности сделать, то стоит прерваться. Но для отхила нужно не попадать в такую ситуацию, да, что это таким образом человеку, да, мешает тем, кто слушает эту Мигилу, его прерывание. В смысле, что те, кто слушают, похоже, у них тоже закон, потому что они этим выполняют заповедь. Он же сейчас заповедь не выполняет, он уже слышал Мигилу один раз. Но, тем не менее, так как он прерывается, то им это мешает концентрироваться. Не балбал, как говорится, им это отвлекает. Я себе трудно представляю, чтобы люди во время чтения Мигилы, когда они дома читают для жены, например, Мигилу, стали открывать дверь и кому-то отдавать седаку. Мне это себе трудно представить. Но может быть то, что он имеет в виду, вообще, или вывинтить звонок на это время, вытащить батарейку из звонка, чтобы не мешал никто, и отключить телефон. Это была бы хорошая идея. Я сам никогда дома Мигилу не читал, но представляю себе, что если читать Мигилу для домочадцев, то хорошо бы все отключить, чтобы ничего не мешало в этот момент. Сотый вопрос. Во время чтения Мигилы, если ему пришло в голову какой-то хидуш, что-то ему пришло в голову по отношению к комментариям к Мигиле, можно ли его написать, чтобы не забыть? Интересный вопрос, но тут тоже мне бы пришел в голову ответ на первый взгляд, что ответ нет, что не стоит ради этого прерываться, если ему пришло в голову, что-то он боится, что забудет свой хидуш, чтобы в этот момент его записывать, немножко странно разрешить такую вещь, но он говорит, что можно. Если при этом не испортится его чтение, они очень поняли, что не испортится его чтение, если пока он записывает, он не читает, это и есть порча в каком-то смысле, то, что людям приходится ждать, пока он записывает. Но, видимо, и речь идет опять же про человека, который читает для своих домочадцев, вряд ли хазану в синагоге, которого пригласили читать, еще, может быть, заплатили, не для того ему платили, чтобы он себя записывал хидушим во время чтения. Это понятно, что он не будет вся община его ждать, пока он какие-то свои хидушим записывает. Но может он иметь в виду, что это муж считает для жены, например, жена его простит, если он такой-то митхахам, и ему сейчас пришло в голову что-то, что до этого не приходило, он боится это забыть. Но все равно мне это кажется очень странным, этот псаг, что человек будет посередине чтение Медилы записывать, в частности, то, что он писал в скобках, чтобы при условии, что это не испортит чтение Медилы, что точно не испортит, в смысле, что он не будет прорываться словами, он только записал, но все равно он отвлекся, и, возможно, другие люди должны были его ждать. Пусть даже это один человек, для кого он читает, например, своя жена. Не знаю, в общем, странный немножко псаг. 101 вопрос. Тот, кто не услышал какие-то слова в чтении Медилы, и у него нету кошельной Медилы рядом, что ему лучше сделать? Побежать, сказать побыстрее из Хумаша, да, у него, допустим, Хумаш есть перед собой, но нету кошельной Медилы перед собой. Что ему лучше? Сказать побыстрее эти слова из Хумаша прямо, те слова, которые он не услышал от Хазана, или подождать, пока закончит читать всю Медилу, и потом из кошельной Медилы прочесть все, что он пропустил. Я не понимаю даже, в чем здесь вопрос. Понятно, что если он прочтет в конце Медилы какие-то несколько слов отдельно, то он этим не выполнит заповеди, то есть будет не по порядку. Может быть, он имеет в виду, что он в конце, когда закончится чтение с этого места до конца дочитает. Допустим, уже осталось не так много, допустим, осталось, предположим, 10 минут чтения, там, последние пара глав, и он достаточно разбирается сам, что может прочесть их. Поэтому он хочет уже остаться дослушать то, что читают, и потом с этого места, где было пропущено, дочитать сам из кошельного свитка. От места, где пропущено до конца. Он не может только вставить те слова, которые пропустил, он теперь же должен до конца дочитывать. Или же лучше ему просто вставить те несколько слов, который он пропустил, сразу же из Никашенова свитка, из Хумаша, который перед ним. И на этом он говорит, что лучше из Хумаша сказать. Не дожидаться конца и потом читать отдельно все, что пропущено. 102 вопрос. Тот, кто и без того должен читать Мигилу дома, например, у него больной человек дома, или старик, или кто-то, кто не придет в синагогу, может ли он не идти в синагогу изначально и сразу же читать только дома? В смысле, что вопрос вот в чем. Мы говорили, что есть такая идея, «Берофхаамхадаратмелах», и уж в частности, чтобы миньон был ли от Хила, когда читаешь Мигилу. Так вот, может ли человек, которому и так и так придется дома читать, там, для жены, или для старика, или для больного, так заодно вообще не ходить в синагогу и не слушать там, а ли от Хила уже читать и для себя тоже только дома, без миньяна? Иногда он отвечает, что нет, не стоит. Что все равно пусть сначала он слушает в синагоге, да? Ну, он не пишет сначала, в принципе, может слушать в синагоге в конце, наоборот, сначала. Прочесть до старика, а потом пойти в синагогу и услышать. Ну, по крайней мере, что митсва именно иметь, да, чтение. Те, кто могут, должны чтение Мигилы услышать миньонами. Если, 103 вопрос, если во время чтения Мигилы пришел бедняк и просит цедаку, нужно ли ему давать? Он говорит, что если в этот момент он прервется из-за этого и потеряет на чтение Мигилы, тогда он освобожден, и не должен давать. Вообще, где запрещено бедняку собирать в это время цедаку? На самом деле, наши бедники не знают, они не приходят, когда читают Мигилу в синагогу собирать цедаку. Они только до и после приходят. Что само в себе тоже не очень хорошо, что во время молитвы приходят, но у них выхода нет, если они будут ждать. Многие люди, которые каждый день приходят во время молитвы собирать деньги, они как бы, видимо, для себя нашли оправдание, что если они не будут приходить в это время, то когда они найдут людей? Так, столько игрек собралось вместе, им легко собрать у них цедаку. Но это, без сомнения, портит когону концентрацию на молитве, когда все время разные люди приходят. Например, в больших синагогах, как там, где я сейчас молюсь, там по 20 человек в день иногда приходят. Это почти невозможно, что только один за другим, все время нужно что-то доставать, еще там обмениваться, там какие-то сдачи ему показывать. Это, без сомнения, очень отвлекает. Поэтому я слышал от одного раввина, что он говорит, что вообще не обязан ничего им давать во время всей молитвы, с начала до конца, даже если это Псуки Дозимра. Он говорит, что все, что меня отвлекает, я не даю, обойдутся. У меня нет обязанности прерывать свои молитвы Всевышнему, чтобы отдавать им цедаку. Но я видел, что Шувевра Моштамов, что он говорит, что нужно прерываться, кроме как в Шмонесре, или в первом параграфе Шма, в самых важных частях молитвы. Но в других местах он считает, что нужно прерваться и дать. Просто, может быть, зависит от того, сколько займет времени дать. Понимаете? Если просто вытащил монетку с кармана, это одно. Если он там начинает торговаться, и там объяснять ему, потому что он хочет сдачи, и там доллар ему дает, хочет 3,25 центрика назад, это уже хуже, понимаете? Это больше отвлекает. Поэтому хорошо иметь мелочь в кармане всегда. Готовят, чтобы не отвлекаться особенно. Но здесь он говорит про чтение Мигилы. Чтение Мигилы вообще не представляю, как можно быть йоцей, если будешь при этом давать цедаку. Ведь когда Хазан читает, имеется в виду ведь это, что Хазан читает, а ты, возможно, слушаешь внимательно. Если ты одно слово пропустишь, ты не йоцей. А если ты начнешь давать цедаку, без сомнения, ты будешь не концентрироваться на каких-то словах Мигилы пока. Тем более, если тебе нужна сдача. Поэтому это, по-моему, понятно, что реально почти невозможно дать цедаку в такой ситуации. И рисковать, что из-за этого не бьется такую редкую мицу. 104 вопрос. Тот, кто читает Мигилу дома для одного человека, нужно ли этому человеку говорить четыре стиха Геулы? В смысле, что у нас принято говорить четыре стиха общине отдельно, а потом уже Хазану. То есть они не йоцей с этими стихами сами, но просто принято их произносить, а потом Хазан их произносит уже из Мигилы. Например, несколько из них в конце, но еще один из стихов ближе к началу. Так вопрос, если читают это в общине, обычно значит, где эти стихи общине. Вопрос, если читают просто одному человеку, Хазан, как вот человек пришел читать для старика или для больного, нужно ли ему тоже произносить эти слова? Он говорит, что желательно, да. А потом, соответственно, уже Хазан ему читает из Мигилы. 105 вопрос. Кто-то слышит чтение Мигилы и смотрит в Хумаш, можно ли ему говорить эти четыре стиха из Хумаша? Он говорит, да, можно. Но не имеет кого, но с этим быть йоцей, да, потому что он хочет быть йоцей со стихами, которые читают из Мигилы Кашена или от Хила, а не из своего Хумаша. Он хочет быть йоцей. Давка с тем, что услышит от Хазана. Тем более, последние стихи, это вообще вопрос даже Бедеевит, если самые последние стихи человек прочел только из Хумаша, а не слышал из Кашена Мигилы, то, может, это даже не Кашена все чтение из-за этого, да, потому что посередине, если пропущено, что там сказать, можно догнать, прочтя из Хумаша, но не в самом конце, возможно, что. 106-й вопрос. Может ли каждому из общин самому гаидесяцинавигамана? Значит, кроме этих стихов отдельных, еще есть обыча гаидесяцинавигамана тоже каждому. Почему? Дворят, что потому, что мнитство говорить их на одном дыхании, а это как бы невозможно передать другому. То есть, как человек может быть йоцей с тем, что другой для него читает на одном дыхании? Он же сам не прочел на одном дыхании. Поэтому, возможно, что... Ну, это непонятно, правда ли такое утверждение, но, в основном случае, возможно, что на этом основном обычае каждый читает дейсинавигамана, а потом уже йоцей само чтение того, что читает Хазан из Кашена Мигилы. Но каждый прочитывает дейсинавигамана, чтобы быть как бы йоцей той части этой митцвы, чтобы прочесть на одном дыхании. Вот. А он пишет, автор, здесь так, что если человек может услышать от Балкоэра, да, от Хазана, тогда, если у него нет Кашена Мигила перед собой, лучше самому не говорить вообще. А если, говорит, от Хазана плохо это слышно, тогда пусть скажет сам. Видимо, он считает, что основная причина здесь другая. Не из-за того, что на одном дыхании, а из-за того, что потому что Хазан, говорит, на одном дыхании, часто проглатывает слова. Да, там он эти имена произносит так быстро, что, может быть, плохо слышно. И из-за этого каждый считает сам тоже, что быть йоцей на всякий случай, если не будешь йоцей с хазаном. Поэтому он говорит, быть йоцей с хазаном, если слышно хорошо, но если слышно плохо, тогда не быть йоцей с хазаном. И желательно тогда говорить с кошельной мигилой, если говоришь сам эти слова. 107. Шуба. Старый или больной человек, который не может идти в синагогу, стоит ли ему собрать 10 человек в своем доме, если есть такая возможность? Или может ли от хила читать один? А нет, это другое. Знаете, в чем вопрос на самом деле? Что если он соберет 10 человек, то они, он говорит, не смогут тогда пойти в синагогу. Почему-то они хотят в то же время, как синагога, читать, или он не может собрать тех людей, которые согласны дважды слушать, и в синагоге у него. Поэтому ему приходится собирать людей, которые на этом потеряют. То есть он выигрывает, что у него будет миньян, а они потеряют, что именно они не будут читать синагоги с большим миньяном, а будут читать только с маленьким миньяном у него дома. Так вопрос, стоит ли это? Он говорит, что стоит. Видимо, потому что в том числе, раз 10 есть, то это уже миньян, и в общем можно и от хилы уже читать. То, что в синагоге больше миньян, это не такой уж большой хидор, чтобы ради этого им идти в синагогу, видимо. Но, наверное, идеальный вариант был бы, если они могут сходить в синагогу сначала все, а потом еще присоединиться к его миньяну, это, наверное, было бы еще лучше. И вот следующий вопрос как раз обсуждает то, что мне в голову пришло. Похоже, он согласен тоже, что он говорит, что, значит, если этот человек собирает 10 людей у себя, если имен, чтобы они услышали в синагоге, тем не менее Мигилы. Он говорит, что для от хила желательно, чтобы они в синагоге услышали Мигилу, да? И потом еще помогли с миньяном этому человеку старому. 109 вопрос. Если 10 женщин не услышали Мигилу, стоит ли, чтобы они вместе читали, да? Чтобы был миньян из женщин хотя бы. И еще вопрос. Если большой город есть, и для них читают для женщин специально в определенные времена, то есть в больших городах обычно устраивают для женщин определенные времена, когда им читают. После того, как прошли сразу после выхода звезд, для мужчин и для всех, кто пришел в синагогу. Потом отдельный миньян делают, не миньян, а отдельное чтение делают для женщин. Стоит ли, чтобы пришло как минимум 10 женщин? И отвечает он, что вообще не обязательно это. Ну, я уже говорил, что на самом деле есть какой-то миньян, чтобы женщины тоже хотя бы их 10 было, потому что возможно, что концерт миньяна в данной ситуации относится и к женщинам, раз Мит своим тоже вирсум МНС, да? Это не как обычный миньян, а миньян именно для общины Мигилы, то может что-то в этом есть. Почему-то он не пишет так. И, видимо, одна из причин у него, что раз уже для большой общины прочли в этом городе, то они как бы основное пирсум МНС сделали. И не обязательно женщин теперь собирать тоже целый миньян их. 110-й вопрос. Кстати, есть история про Винницкого Гаона, вы, наверное, слышали, что он однажды опоздал в какой-то город, он ехал, и там разбилась телега или что-то такое. И он, когда пришел, когда был пулем, ночь на пулем, мы уже в этом городе прочли, миньян прочел. Так он нанял людей, чтобы они слушали, как он читает, чтобы у него был миньян еще раз, когда он читает. И, тем не менее, эти люди, они, видимо, голодные были, в общем, как бы там ни было, они, когда он начал читать, они посмеялись и разошлись просто. И не стали дослушивать то, что он читает. Хотя он заплатил каждому из них, что интересно. Так он, когда рассказывал, каждый раз плакал, что ему не удалось в этот пулем выполнить Леотхила Митсус Миньянам, да, читать Мигилу. Всегда сразу все делали наилучшим образом в Ильинске Гаона. Вот в этот раз ему потеря была такая. 110-й вопрос. Женщина, у которой 2 синагоги перед ней, в одной есть много женщин в женской секции, больше 10, а в другой есть немножко женщин, меньше 10. Если Гидру ей пойти в ту синагогу, в которой 10 женщин, как минимум, он говорит, что ей не обязательно это делать, как хочет. Похоже на предыдущий ответ, и, опять же, не исключено, что это не по всем мнениям так. 111-й вопрос. Больной человек, который лежит в госпитале и не может пойти читать в пулем Мигилу, да, слушать Мигилу, когда ему читать эту Мигилу, да, когда для него должны прочесть эту Мигилу? Говорит, если могут 13-го числа днем прочесть без брохи, то пусть делают так. А если невозможно, то можно и 11-го и 12-го. А если это невозможно, то хоть с начала месяца. В смысле, он хочет сказать, что человек, который почему-то 14-го вообще не сможет слушать Мигилу, например, он после операции будет или что-нибудь такое, да, что если человек 14-го в какой-то причине невозможно ему услышать Мигилу, то тогда, если заранее знать, что он не сможет слышать Мигилу, то можно ему прочесть с 13-го без брохи, а если нет, тогда 11-го и 12-го, это тоже дни, когда, во всяком случае, в каких-то местах, в деревнях, в сербульзале пулем иногда. А если это невозможно, то уже с начала месяца, но это все без брохи, потому что этим икор митцва человек не выполняет, но это как бы немножко от митцвы тоже. 112-й вопрос. Можно ли делать много разных миньянов днем в пулем, или лучше, чтобы сделал весь городишко один большой миньян, чтобы было побольше людей? Он говорит, что желательно было бы, чтобы был большой миньян, да, бирохаам, опять же, митцва. Поэтому не стоит делать много маленьких миньянов, но, опять же, он говорит, что не стоит, но реально люди так делают, потому что не всем удобно в одно и то же время. Может быть, он имеет в виду в каком-то городе, где не так много людей всего, человек 30 есть во всем городе, они могут как-то договориться сделать один миньян. Но если города большие, там есть столько разных миньянов, маленьких, больших и постоянных, есть инагоги, где их 5 часов дня еще читают Мигилу, для тех, кто не успел услышать. Во всяком случае, не знаю точно, он пишет, конечно, хорошо, но на практике, кажется, так не делают. Конечно, было бы митцва читать Мигилу с большим количеством народа, да, не только митцва с миньоном, но если больше людей, то это большая митцва, это без сомнения правда. 113 вопрос. Женщина, которая очень занята утром в Пурим, чтобы приготовить Мишлу Ахманут и так далее, может ли она ли от Хила не слушать синагоги, да, с большим количеством людей? Да, а потом просто подождать, пока муж вернется и простет для нее. Он говорит, что лучше все-таки пойдет по синагогу. 114 вопрос. В синагоге, где молится муж, в смысле, не обязательно муж, просто какой-то человек, который молится по определенной синагоге, тамбалькойра, он не очень бахи, он не так красиво читает, он может иногда не очень правильно произносит, нигуним, да, вот, амин так называемый, то есть, знаки препинания не очень правильно, в общем, не самый большой специалист в чтении Мигилы. Нужно ли ему дата пойти в другую синагогу? То есть, обязан ли человек пойти после того, как молится в шахари, в другую синагогу, где он обычно не молится, чтобы только услышать от более профессионального хазана Мигилу? Он говорит, что да. А если в синагоге большой очень миньон, но балькойра читает не очень хорошо, опять же, но есть другая синагога, где миньон маленький, зато читает балькойра очень красиво и правильно, тогда какую синагогу лучше идти? И такой же вопрос, если в одной синагоге есть большой раввин какой-то, адмур, да, какой-то рэбе хасидский, но он, опять же, не умеет правильно читать красиво. А в другой синагоге есть очень четко читающий, но он никакой небольшой раввин. Что лучше, да, в какую синагогу лучше пойти? Интересный его ответ, как бы вы подумали, нужно ответить? Мне бы, например, пришло в голову, что самое важное, как правильно читают, да, что здесь основная миссия правильно прочесть, а уже адмур он или не адмур, это второстепенная вещь. Он говорит, что адавар шакуль, что это примерно одинаково, что есть как бы аргументы в ту и в другую сторону. Это примерно, то есть выбирая человек сам, получается, что здесь нет четких доказательств в одну и в другую сторону, да. То есть что лучше, большой ли миньон или очень четкое чтение, и что лучше, большой ли раввин, который читает известный мудрец, известный рэбе, или же очень четкое чтение, да, не каждый рэбе умеет красиво читать, да, он может быть большой рэбе, но при этом, или рожь ишива даже литовский, например, но он при этом может быть не такой баки. Это определенная сноровка нужна, чтобы правильно читать. Это скилл, как говорится, да. Так вот, получается, что он считает, что есть как бы и туда, и туда аргументы, что не такой четкий читающий, но при этом имеющий другие преимущества, что большой там миньон или он сам большой раввин, то это может быть так же важно для человека, как само чтение аккуратное. И я уверен, что речь идет о том, когда читают, в принципе, и тот, и другой по букве закона Кошерна, то есть, да, что-то читает без всяких дикдуки, он, во всяком случае, Кошерна читает, что можно быть йосы с этим. Так что, если он читает вообще неправильно, это может даже быть в таамим, если он неправильно произносит вообще таамим в тех местах, где смысл меняется, то есть, то, как он произносит, дает другой смысл. Понимаете, что я хочу сказать? Есть же много, например, на русском языке таких вот выражений, которые в зависимости от произношения, все слова те же самые, или буквы, во всяком случае, при этом интонация по-другому, и уже имеется в виду другая вещь, да, на балконе ходят, на балкони ходят, да, на балкони лошади ходят, есть очень много таких выражений, полно, типа «иди ко мне» или «иди-ка мне», да, «пока лечишься», «пока лечишься», «мы женаты», «мы женаты», Понимаете, что я хочу сказать? Даже таамим могут поменять даже в русском языке полностью значение фразы, совершенно на другую или на противоположную, «несу разные вещи», да, «несу разные вещи», «ему же надо будет», «ему же надо будет», «надо ждать», «надо ждать», и так далее, и так далее. Есть очень много выражений подобного типа. К чему я хочу сказать, что наибрите их еще больше. И очень много есть случаев, когда даже есть диспут, действительно, что значит. Вы знаете, вот у нас в молитве, например, во многих местах, разных сидурок, по-разному расставлены знаки пропинания, полностью смысл может измениться, да. «Браха хамишулешет бетора» или «браха хамишулешет бетора хактува льеды Моше Авдеха», и так далее, да. «Кедуша лиха» или «бинайма кедуша», да. На что идет слово «кедуша». Очень много таких выражений. «Льо лам ваэт», потом дальше «тишкон тидгадельви тидкадеш», или «Льо лам ваэт тишкон тидгадельви тидкадеш». Да. Очень много есть метод, где в зависимости от запятой разные значения. Иногда, кстати, есть немножко в произношении разница. Вы знаете, вот диспут в кадыше говорит ли «хирутэ» или «кирутэй». Означают, на самом деле, разные понимания того, что мы хотим сказать в кадыше. А именно, «идгадельви тидкадеш мейраба, беалма, дибра, пусть возвысится и увеличится его имя, в мире, которое создал он». А дальше «кирутэй», в смысле, как он хотел бы, чтобы увеличилось его имя. Так объясняет вилинский гаон, то есть «кирутэй», как «каф» читается. А если нету дагеша, как «каф», тогда «беалма, дибра, хирутэй», в мире, который он создал по своей воле. Понимаете разницу, что мир ли создан по его воле, или он хочет, чтобы увеличилось его имя по его воле. А «беалма, дибра» – это как в скобочках, да? «идгадельви тидкадеш мейраба, хирутэй», да, что будет увеличено свое имя, как он хочет. Где «беалма, дибра» в его мире, который он создал? Понимаете, вот в зависимости от того, как произносить «хирутэй» или «кирутэй», разница получается в том, где и запятые тоже. Еще есть места в кадыше, где непонятно, как условно что идет. «идбарах» идет на предыдущее или на следующее. В Усифарде у некоторых, да, у «арамбама», например, «идбарах» идет на предыдущее. И отвечает в тот момент, и в том, говорится, и «иштабах», и «идбар». Потом также «шмей декудша бариху» или «шмей декудша», а потом «бариху лейла в лейла» и так далее. Очень много есть различий в иврите в зависимости от того, где поставить запятые. Так вот, если кто-то читает «мигилу», даже если он произнесет все гласные правильно, но неправильно произнесет «таамин», и не будет значения слов такое, или значения предложения такое, как имелось в виду, то он не будет делать все вообще. Поэтому если этот рэбин, даже если он гадо ладон, но он не медагдэк стаамин до такой степени, что он не йосе даже бедеевет, или если это менян большой, но хазан считает так, что не йосе бедеевет, то и так ежу понятно, что в такой менян нельзя идти. И более того, нужно после него еще другой менян идти, чтобы услышать, или слому читать, чтобы выполнить заплаты. Но он наверняка имеет в виду, когда рэбин не очень медагдэк, в смысле, что там «игудим», «игудим», да, какие-то малюсенькие вещи не совсем точно произносит. Или один хазан очень медагдэк с буквами, там, «Айн» правильно произносит, «Каф» и «Куф» отличает, «Хаф» и «Хэт» отличает, «Тет» и «Тав» отличает, да, разные буквы отличает, как сифардские некоторые евреи умеют. В Северной Африке в особенности много было евреев, которые умели правильно читать все буквы, всяком случае, по какой-то миссоре, да. У нас, в Ашкеназе, вообще никто не знает, как эти все вещи различать. Я одного только Ашкеназа знаю, который отличает «Хаф» и «Хэт». Вот. А «Айн» больше есть Ашкеназим, который умеет произносить, но тоже не очень часто встречается, очень редко. Поэтому надо сказать, что Ашкеназима без того все читают неправильно. Поэтому уж, может, лучше действительно рэбби, которые читают чуть-чуть более неправильно, чем остальные, которые читают немножко неправильно. Но я имею в виду, что «Дигдук Гадоль» мы не ожидаем от Ашкеназима. Хотя бы, чтобы делать бытиется, уже хорошо. Вот. Но для Сефардима это большое нян услышать действительно красивое чтение с точными произношениями, да, утонченными. Тем более, это всего лишь пару раз в году, да, ночью и утром в Пурим, такая редкая митцва, хочется ее услышать как следует. А, 115 вопрос. Насчет митцвы ходить в синагогу и слышать мигилу. Что говорит главное, если не услышать там каждую букву, каждое слово от читающего, да, если все равно и не туда пойти? Не совсем понял, в чем вопрос. В смысле, что если ему не слышно то, что читает Хазан, то понятно, что он не елся с этим, опять же. И тогда, может, он имеет в виду, что он будет каждый раз догонять, каждый раз, когда он не услышит слово или два, он сам прочтет и своей мигилой. Но преимущество этой синагоги, потому что там много людей. А в другой синагоге людей совсем мало, 10 человек только, но зато хорошо очень слышно. Вот. Так вопрос, куда пойти? Он говорит, что пусть пойдет туда, где хорошо слышно. И, в частности, если у него нет Кашианой мигилы. Видимо, если у него есть Кашианая мигила, то он может для открытого пойти в большую синагогу, где слышно не очень. Если что не услышит, так он сам прочтет о своей Кашианой мигилы. Видимо, так. 116 вопрос. Тот, кто зашел в синагогу посередине чтения мигилы, есть ли у него запрет выйти? В смысле, что в случае с Эфир Торой, если такое закончено, нельзя выходить посередине чтения. Есть запрет выходить посередине чтения. Так вот, если человек зашел в синагогу, когда читали там мигилу, по какой-то причине? Ясно, что с ними не йется, раз они уже читают. Но он зашел. Должен он теперь оставаться до конца, если такой иниан. Он говорит, что обычай быть мягким. Что только в отношении Торы говорится, что если зашел, пока читает Тору, то он не может выходить, пока не закончит хотя бы эту алию. Потом между Бенгавра и Гавра, между вызванными, он может выйти, если нужно. Очень. Но, по крайней мере, он не должен выходить посередине. Но в мигиле, в случае мигила, люди мягче с этим. 116-й ответ. 117-й ответ, извиняюсь. Маленький бед-медраж, где молятся только в субботу и в Йомтов. Можно ли им для отхилла устраивать чтение мигилы? Или им лучше пойти в большую синагогу, где все читают, чтобы был большой миньян? Он говорит, что ли отхилла могут тоже они у себя устраивать. Если у них есть свои миньоны, они всегда собираются по субботу, они могут и в Пурим устроиться чтение мигилы или отхилла. О, вот следующий вопрос. Что интересно, мы когда-то его обсуждали в нашей синагоге еще, может, лет 20, почти что назад. То есть, я тогда молился. И я с тех пор видел некоторые дшувы на этот счет, но что интересно, что это как бы вопрос, который очевиден на первый взгляд, но нужно найти причину по халахе. Я уже говорил, что есть такая категория вопросов, на мой взгляд, в наших шилот-витшилот, которые, они не кажутся вопросом вообще. То есть, с точки зрения логики, ясно, что какой должен быть ответ. Но нужно еще найти халахический именно, какая причина на это. Я говорю, что Хаттан Сойфер вроде бы так считал, что есть вопросы, на которые сразу понятны, какой ответ, только нужно найти чисто букву закона, которая поддерживает. Но логика подсказывает, что ответ определенным образом. То есть, вопрос вот какой. Знаете, у нас в Нью-Йорке есть остров, называемый Манхэттен. Вообще, большая часть Нью-Йорка, это острова разные. Но Манхэттен, во всяком случае, это, может быть, небольшой остров, самый маленький, кроме Стэттен-Айленда, из частей Нью-Йорка. У нас 5 частей в Нью-Йорке. Большинство евреев религиозно живет в Бруклине. Есть еще те, кто в Квинсе живут, немножко в Стэттен-Айленде. И в Манхэттене есть религиозные евреи. Но у нас, у тех, кто живет в Бруклине, обычно Манхэттен играет взрослепенную роль. Кроме тех, кто работает в Манхэттене, многие люди работают в Манхэттене, но это сити, это главное место работы, правда. Но у религиозных евреев, у многих бизнесы свои, там, в религиозных районах. Поэтому, скажем так, Манхэттен играет взрослепенную роль. Это не как Иерусалин, что старый город играет важную роль для любого евреев, потому что там стена плача, понимаете. Здесь нельзя сказать, что Манхэттен для любого человека в Нью-Йорке играет важную очень роль. Но для некоторых играет. Без сомнения, это главная, центральная часть нашего города. Так вот, стоит два вопроса. Во-первых, мы учим, что города, которые были окружены стеной, сферимованием Шоу-Бен-Нун, там нужно читать 15-го на 14-го. Теперь Манхэттен, он окружен водой, как любой остров. Так вот, вопрос, считается ли это как стена? Если так, то тогда, может быть, нужно будет читать там 15-го. Более того, если в Манхэттене нужно читать 15-го, то, может, тогда и в Бруклине можно сказать, что мы как будто продолжение города, окруженного стеной. Потому что есть такой закон, опять же, в Талмуде, что если один город окружен стеной, рядом с ним есть как бы продолжение, какие-то деревушки, они при определенных обстоятельствах не всегда, но при определенных обстоятельствах считаются частью города. На этом основаны обычаи сегодня большинства евреев считать 15-го во всем Иерусалиме, даже в новом городе. Хотя у них никакой стены никогда не было в этом месте, но они как бы считаются тафель, да, по сравнению с главным местом, а именно стеной плача, да, там где старый город. Так вот, хотя и в Иерусалиме есть разные обычаи, некоторые хасиды считают там 14-го тоже, и даже с Брукли считают 14-го, 15-го на всякий случай. Есть много обычаев. Но большинство евреев, и ритовских в том числе, обычаи, как Хазаныш, и Равшел Мазан и Норбах, и другие раввины, что читать 15-го только в Иерусалиме. Во всем Иерусалиме. Так если так, то может быть и нам в Бруклине нужно хотя бы ли Мишун Сафер, да, на всякий случай читать 15-го, да, потому что вдруг мы тафель к Мангеттену. Вот такой двойной вопрос получается. Вот, он задает сейчас пока что только первый вопрос. Что в самом Мангеттене, во всяком случае, раз он с четырех сторон окружен, он окружен водой со всех сторон, вот нужно ли читать там 15-го. И он отвечает, что, конечно, не нужно. А первый взгляд, это очевидно, что любой остров тоже читает только 14-го, да. То, что в Талмуде есть вопрос насчет города, который с трех сторон был окружен, а с четвертой была вода. Тверия, да, это около, ну, на море, озере на самом деле, Кенерет, да, есть такой городок. Тверия, Тибериас в честь императора, которого построили. Вот, так этот городок, он окружен стенами с трех сторон, а с четвертой была вода. И насчет этого был диспут, не диспут, а неуверенность была. В Талмуде, что делать с таким городом? Нужно ли читать там 15-го, на всякий случай. Ну, во всяком случае, они читали Безброхи, видимо, 15-го тоже. Или Лихумра, во всяком случае, так делали. Вот, но даже если это так, потому что и к Тверии, где, во всяком случае, поселения были во всех этих местах в древние времена, и просто не было еще, не было возможности пятую, четвертую стену сделать, то есть, то любой другой остров, в котором нет ни одной стены, и вообще никакого поселения никогда не было. И вопрос только состоит в том, что считали вы просто пустое место, которое окружено водой, как будто это город окружен стенами, это, по-моему, нет никакого вопроса. На первый взгляд, очевидно, что это не должен быть закон, что нужно читать там 15-го. Какой там Ишу, с временом Йошуа бен-нун? Во всех наших местах считается, что не было там Ишу, с временом Йошуа бен-нун. Поэтому то, что вода можно читать как одна из сторон, если есть три стены, и там, во всяком случае, был город, то невозможно воду считать автоматически на пустом месте любого острова воду окружающую как четыре стены. В всяком случае, он пишет, что обычаи не читать там, читать только 14-го. Ну и уж тем более у нас в Бруклине, да, сказать, что Бруклин таплет Мангеттену, он здесь даже это не обсуждает, но пошут, что еще большая причина быть мягким, потому что нет никаких причин, на самом деле, читать Бруклин, как бы продолжение Мангеттена и без того. И в других законах тоже это не очевидно. Хотя мы говорим насчет Тахуми, что возможно, что у нас один и тот же Тахум с Мангеттеном, и обычай ходить в субботу из Мангеттена в Бруклине назад, потому что так мосты построены, и туннели, что они, возможно, что соединяют по еврейскому закону тоже все в один город. И еще по разным причинам, которые мы обсуждали в других местах. В общем, так или иначе, у нас везде в Мангеттене, в Бруклине, во всех городах здесь принято считать только 14-го. И вообще, весь мир окружен, в конце концов, водой, да, все мы все реки, а не окружены водой. Тосфот, кстати, это обсуждает в отношении законов субботы, почему это не сделается из Торы, хотя бы все место не сделается Решута и Ахид. Почему не сказать, что нету такой вещи, как Решута и Рабим, потому что все окружено водой, по мнению Раббана, но в Раббе Гуда. Это обсуждает Тосфот, так, кстати, и Рувин. В любом случае, сама идея, что весь мир окружен водой, водой всегда была известна. И ежели так, то тогда с тем же успехом, как Мангеттен, можно было искать тогда любое место, оно окружено четырьмя стенами, в каком-то смысле. Ясно, что это не так. 119 вопрос. Нужно ли взрослым тоже бить хамана? Да, дети обычно начинают трещаться и щетки, бить там ногой и так далее. Нужно ли родителям, взрослым так делать? Вот. Он говорит, что стоит поддерживать Менгат. В всяком случае, если нет детей в синагоге, то стоит взрослым это делать. Только не нужно увлекаться слишком сильно. Когда много шумят, они потом начинают хазан читать, недослушав, или людей это отвлекать, не хотят так долго прорываться в чтении Мигивы. Есть, кстати, синагоги, где, знаете, хазаны читают слово хаман дважды каждый раз. Почему? Потому что они боятся, что люди начинают шуметь, еще когда они не дочитают слово хаман. Поэтому он говорит, например, «Майомэ, хаман!» И все начинают гудеть. Но некоторые начинают гудеть раньше времени, особенно маленькие дети. И потом опять говорят, «Хаман! Билибо!» И так далее. То есть получается, что хаману дается тогда двойное, что ли, уважение, что каждый раз его слово дважды произносится, его имя. По-моему, получилось тогда обратное, чем то, что хотели сделать. Хотели бить хамана, а получилось, что хаман теперь дважды так заслужил, что его дважды каждый раз упоминают. Поэтому это тоже, мне кажется, неправильно. Нужно как-то научить детей, чтобы они не жужжали. Или установить, что, скажем, шамаж, да, служка будет поднимать руку, когда можно жужжать, чтобы никто не начинал лупить хамана, пока не поднята рука, например, когда она пускается, переставали. В общем, нужно как-то это все контролировать. Совсем маленькие детей, я уже говорил, нехорошо, потому что эти приводить синагогу, они только мешают. 120-е. Чува. Когда знаем, что Балкоэра, да, читающий Мигилу, он проглатывает слова. И маленькие дети, которые достигли хинуха, не умеют сами догонять, да, они не могут так быстро прочесть слова, чтобы догнать хазана в тех местах, где они услышали плохо или хазан плохо произнес. Так вот, нужно ли тогда в другую синагогу вести, или человек Йоцев все равно, что для хинуха достаточно, что их привел в синагогу, и они слышали, как слышали. Он говорит, что нужно пойти в другую синагогу, чтобы хинуха тоже, не только для взрослых, но и для детей, которые достигли возраста хинуха, нужно для отхила, чтобы они слышали всю Мигилу, или, в основном случае, да, если они не умеют, пусть догоняют там, где прослушали. Можно ли читать из Мигилы, которые прямо на пергаменте напечатали, то есть сделали допус, напечатали, но на пергаменте. Он говорит, что нет, что нужно именно писать, да. На самом деле, была недавно большая полемика, есть такой раввин в Израиле, он учился у нас здесь в Америке, в Лейкваде, он сефардский раввин, его зовут Йицхак Абадия. Да, это фамилия, а не имя, его не Абадия зовут, а такая фамилия у него, Абадия, как часто встречаются с сефардным фамилии, похожие на имена, а зовут его Йицхак. И в его книге вопрос, в ответ называется Ор Йицхак, кажется. Мне однажды показывал мой друг одну из его книг. Но я не буду сейчас вдаваться, так сказать, в то, какое у меня личное мнение по отношению к его псакам, к его, так сказать, Деррех Лиммуд, это не мое дело, так сказать, влезать в него, если он уже не такой молодой, у него есть свои ученики и так далее. Но одно могу сказать, что самое, так сказать, его контрревешу, когда самый его спорный псак был вот в отношении именно этих Мегелот и в том числе Сефретора, которые он хотел, чтобы печатали определенным образом. Каким образом? Он хотел, чтобы делали как бы специально места, куда будут, значит, наливать чернила. То есть, как бы ставить такую планку с дырочками для букв, наливая чернила. Сойфер, как он называет, можно сказать, не сойфер, а уман, да, профессионал в этом деле, он, значит, сначала сомикадыш, то есть, он сразу ставит условие, что все имена Всевышнего сделаны лишма. Тфилин ты так не напишешь, по всем мнениям, кстати. Тфилин и Мизузу нужно писать по порядку. Если написал сначала второе слово, потом первое, или букву даже, это не йоци. Но вот насчет сэфер Тора такого закона нет. Поэтому, в принципе, если одновременно бы стало, каким-то образом можно было писать разные буквы, или два софера пишут с двух концов сэфер Тору, один начал с середины там, и до конца пишет, а другой в этом году пишет свою часть, потом они все это сшили вместе, то это не проблема, в принципе, с сэфер Торой. Так вот, значит, с каждой страницы поступает так, он ставит свой этот допус, свою, так сказать, планку, да, и заливает, делает кидуш сразу же, все освещает, так сказать, чтобы все было лишь ма, имена Всевышнего ради их святости и так далее, и одним махом, значит, туда наливает чернила и проходит губкой какой-то или что-то такое. Я не говорю, как практически это сделано, это сейчас не так важно, наверняка он уже проверил не раз, что это работает, хотя бы чисто практически, то есть можно так сделать сэфер Тору, которая будет выглядеть как сэфер Тора, что там красиво будут буквы, они действительно попадут куда нужно, чернила никуда не пробьются, допустим, это реально сделать, физически. Вопрос холохический, это кошерная сэфер Торой или нет. Так вот, он написал длинную чубу и наставил на своем, даже когда все остальные раввины не согласились с ним, что это можно сделать, и наоборот, это большой будет тикун, что у каждого еврея тогда будет недорогая сэфер Тора, вместо того, чтобы по 40 тысяч тратить на сэфер Тору или больше, можно будет, наверное, за несколько тысяч, но все равно придется пергамент, понимаете, пергамент сам очень стоит большие деньги, поэтому, наверное, меньше, чем за несколько тысяч ты сэфер Тору не сделаешь, как ни крути. Но, во всяком случае, в несколько раз можно будет уменьшить цену сэфер Тора, и люди уже не такие богатые смогут, во всяком случае, исполнить эту редкую митцву и иметь свои святыкторы. Вдобавок, второе преимущество, что можно специально сделать вот эти вот металлопластиковые штуки, через которые будут лить потом буквы, сделать сразу же правильно и красиво, чтобы все буквы были наиболее красивые, чтобы ни одна буква не была ни кошерной, конечно, не будет тогда написанной таутсофлем, как по-многому, где потом ошибки находят, что что-то не так написано, здесь никаких ошибок не будет, а что все заранее проверено миллион раз. И получается, что можно было делать одинаково, штамповать эти сифретора, совершенно одинаково и красиво написанные, наилучшим образом, в любом количестве и достаточно дешево. И почти никто из раввинов не согласился с ним с этим. Я не уверен, о каком случае здесь говорить о Гарфинас, но он может говорить просто про обычную печать, потому что то, что Абади предлагает не мамаш печать, это какая-то другая вещь, это что-то между печатью и писанием. Но в любом случае идея, конечно, реально, если бы такая возможность была, то это бы сделали гораздо раньше, казалось бы, само по себе, что никто до него это не придумал, означает, что нет такого способа. Ладно, во время Хазай, может быть, это было нереально, но, по крайней мере, то, что он предлагает, можно было сделать спокойно за 100 лет до сегодняшнего дня, или 200 лет. Технология уже существовала для всего, что он предлагает. Поэтому теоретически, если вообще можно было бы так писать сифретора, то нужно было бы ожидать, что Хоббетсхайм что-нибудь такое предложит, или Арухашухан, или еще какой-то из мудрецов того времени. Окей, как бы там ни было, Нигио напечатано, даже на Клафе, даже если на пергаменте, это не помогает, да, само писание должно быть в руке определенным образом, да, не напечатано. 122 вопрос. Если человек находится в месте, где есть Мигила, только напечатанное, а других Мигил нету, говорит, стоит ли оттуда хотя бы прочесть без Брохи? Он говорит, что да, без Брохи это не хуже, чем, да, чем... Магнитофон раньше он не разрешил, помните, чтобы не считал даже просто так послушать магнитофон, нет никакого смысла. А вот прочесть из Хумыша, прочесть из Мигилы не Кашляна, это, так сказать, без Брохи хуже не будет. Миц в этом не выполняешь, но хуже не будет. 123 вопрос. После того, как прочтите Мигилу, если он не уверен, вдруг он какое-то слово пропустил, нужно ли ему заново читать? Он говорит, что если не уверен, то не обязательно. Да, что если он не уверен, было ли пропущено что-то, ему не обязательно заново читать. Если читающий Мигилу всегда читал, это был постоянный хазан в каком-то месте, а в этом году он не может всю прочесть, потому что он слабый, можно ли ему читать для отхила только половину? Вернее, можно ли ему для отхила читать... Он не может стоять все чтение, вот в чем дело. Ведь хазан должен стоять, когда читает, для синагоги, для общины. Если бы он для себя читал, он мог бы сидеть читать, но для других он должен стоять. Так вот вопрос в том, если он не может сколько простоять подряд. Может ли отхила почитать немножко, посидеть, потом еще почитать, потом еще посидеть и так далее? Или же может ли отхила дать другому докончить? То есть прочесть сколько сможет, раз это его обычное привилегие считать в этой синагоге. Он прочитает сколько сможет, а остальное другой закончит. Он говорит, что это отхила нет. Что отхила не стоит. Интересный писак. Самому себе не так очевидно, мне кажется, что для отхила нельзя делить Мигилу между двумя-тремя людьми. И дальше он пишет, что двадцать пятый вопрос. Равин или Адмург, старый очень, который всегда читал Мигилу, а сейчас не имеет сил. Можно ли ему считать, и потом посередине садиться, и потом еще считать? Или дать другому? На этом он говорит, что если община хочет, то можно. В смысле, предыдущего вопроса он, видимо, не разрешил, потому что это был просто обычный балкойр, и если у него нету сил, то его на таких условиях не нанимали, и у него нету больше привилегий, потому что он читал все эти годы, теперь навязывает свое чтение общине, которое будет ожидать, пока он там, например, сидит и тому подобное. А вот если это Адмург, если это главный раввин, это этих хасидов, например, или раввин этой синагоги, то у него большие привилегии. Поэтому если община его любит и хочет, то можно ли отхилы ему разрешить отдыхать посередине? 126 вопрос. Тот, кто не разбирается, как правильно читать, но ему нужно читать для своих детей или для своей жены, можно ли ему включить магнитофон, и он будет слышать, как читают, и потом повторять за этим магнитофоном? То есть он сидит с кошерной мигилой и слышит, как магнитофон прочел пасук, он прочитывает пасук и так далее. Можно сразу в магнитофоне так записать, чтобы были пропуски, чтобы было время, или он когда-то включает и выключает. Прочел пасук, потом прочитывает, услышал пасук, потом прочитывает. Он говорит, не стоит все это делать так. Мы уже обсуждали, что делать места, где мамаш вообще нету никого, кто умеет читать, и каким способом, хоть деявидом сделать, чтобы быть йод, если сама кошерная мигила у них есть, но читателя у них нету. 127 вопрос. Тот, кто не разбирается, как читать, можно ли ему включить магнитофон, что только он его слышит? То есть включить прямо в уши, вставить наушники, никто больше слышать не будет. И, соответственно, так же точно, как в предыдущем варианте, что он будет прослушивать каждый раз, прочитывать, потом опять прослушивать, и опять прочитывать. Он говорит, что если он не для себя читает, а для других, то можно. Что он уже сам был у йодси в синагоге, и теперь дома читать для жены, тогда можно. Потому что он тогда уже был йодси, и он не боится, что он будет пытаться быть йодси с тем, что слушает другое. А они только слышат, как он читает предложение за предложением с пропусками небольшими, когда слышит магнитофон между ними. Тот, кто не умеет хорошо читать, и, соответственно, его жена или дочки, или дети не слушали еще мигилу, можно ли ему читать из хумоша, а они будут повторять слово за слово из Кашена Мигилы. То есть им дать Кашена Мигилу, наоборот, например, своей жене, она будет читать, а он будет ее, так сказать, начитывать из хумоша. Он говорит, что это можно. Интересно. Тоже вариант. 129 вопрос. Домочавцы, которые не слышали мигилу, и он хочет побыстрее собирать седаку пойти, можно ли ему читать мигилу для них после полуночи? Ночное чтение сделать для Атхила после полуночи. Или если что-то произошло в начале ночи, и он не услышал мигилу до полуночи, можно ли мигилу читать после полуночи с брохой? Он говорит, что для Атхила после полуночи нельзя читать, но достаточно, чтобы начал читать до полуночи, читать и закончить после полуночи. А бидиевед, если не прочел до полуночи вообще, тогда можно читать и после полуночи с благословениями. То есть, как все митвы ночные, если человек не сделал до полуночи, бидиевед можно и делать всю ночь, до рассвета. А если, говорит, уже рассвет начался, тогда как? Он говорит, что нужно прочесть всю мигилу до рассвета. Но если уже начался рассвет, тогда можно только безброхи читать до восхода. В смысле, ночное чтение. Уже время, в принципе, утреннего чтения наступило тогда. Тот, кто слышит Нигилу в синагоге, может ли он сделать сам брохи, если он хочет сам сделать брохи, а не быть Йоцей с Хазаном на брохи? Можно ли? И он говорит, что лучше быть Йоцей с Хазаном. Есть такая идея, что берут Амадрат Мелох в этом тоже, чтобы Хазан делать брохи для всех. Но если он хочет делать броху сам, то ему есть на что положиться. Он спрашивает, а если он тогда делается броху сам, ему нужно ли Амем отвечать на Хазана тоже? Он говорит, нет, тогда ему Амем нельзя отвечать на Хазана, раз он сам сделал ту же самую броху в этот же момент и с этой брохой Йоцей. Тот, кто читает Нигилу дома для мужчин, может ли каждый из них сделать сам броху? Тогда говорит, да, пусть каждый делает свою броху. В смысле, второй вариант был бы, если один мужчина бы сделал броху для всех из них. Он сам уже Йоцей этот, кто читает. А теперь вопрос, каждому ли мужчине делать свою броху или одному сделать для всех. А если он читает дома Мигилу для домочадцев, нужно ли ему сто это делать? Он говорит, что во время брохи стоит стоять. А он только про брохи спрашивает здесь, нужно ли сто брохи делать. Потому что ему Мигилу можно сидеть читать, когда ты не в синагоге, а для жены читаешь, например. Тот, кто читает Мигилу в синагоге, все ли должны стоять, когда он делает брохи? И можно ли читать Мигилу дома, нужно ли им стоять, когда он делает брохи? Он говорит, что желательно, да, те, кто слушают, чтобы тоже встали. А насчет брохи после, нужно ли ее делать стоя, да, брохи после чтения? Он говорит, что это не обязательно. А стоит ли читать Мигилу стоя, когда читаешь для себя? Или, может быть, знаете, в чем вопрос? Нужно ли, есть ли такой нян, что стоять, когда читают Мигилу, видимо, в синагоге, сам Хазан стоит, как мы уже сказали. Но нужно ли всем стоять? Стоит ли это? Он говорит, что есть в этом причина. То есть, не обязательно, но те, кто делают у них, это не бесполезный акт, стоя именно слушать Мигилу. Кто-то читает Мигилу дома для женщины, для больного. Кому делать брохи? Он говорит, что лучше, если сделает он, если сделает тот, кто слышит Мигилу брохи. И в частности, если он делает для женщин чтение, пусть они сделают брохи. А вот, какую броху делать женщинам, есть большой диспут. Он говорит, что лишь Моа Мигила. Лучше им сделать броху не читать Мигилу, а слышать Мигилу. Именно женщины. Если бы это были мужчины, то они бы делали обычную броху, или кроме Мигила. Кто-то читает Мигилу для вести женщин. А как им насчет брохо делать? И похоже, он сам не уверен, какой лучший здесь вариант. Им ли делать броху, или ему сделать броху для них, если 10 женщин. А если, говорит, они сами не могут сделать броху, во всяком случае, тогда он делает броху. Но нужно ли ему делать Шехияну? Еще раз, для них он уже сам Йоца один раз был. Он говорит, для Атхила лучше бы они сами сделали броху, Шехияну. Но если они не умеют, видимо, тогда он тоже может для них сделать Шехияну. Это одна из тел брохот, которые делают с прочтением Мигилы. Если Равина или Адмур, который не может читать Мигилу сам, может он хотя бы брохи сделать? В смысле, что у них другой балкора, но Адмур хочет сделать для всех брохи. У него такое, так сказать, уважение к нему, что хочет получить сами благословения сделать. Можно ли? Он говорит, что нехорошо это делать для Атхила. Для Атхила хотя бы пусть прочтет тогда хоть один стих. Если он первый стих прочтет, а уже другой человек закончит чтение, тогда можно. Кто-то читает Мигилу для больного человека дома и боится, что этот человек заснет во время чтения. Нужно ли ему делать брохи, когда он читает? Он говорит, тогда пусть читать без брохи. Если человек может заснуть, то он не будет йаться и, соответственно, броху не заделать. Кто-то разговаривает между благословениями на Мигилу или между благословениями и чтением Мигилы и нужно тогда заново делать броху. Нужно ли заново все три брохи делать или достаточно одну только броху сделать? И он говорит, что нужно все три брохи заново делать, если он разговаривал. Ну, в общем, это, конечно, если. Нельзя разговаривать. Пусть не разговаривают после брохи. И последний вопрос, который мы переведем, 144 сегодня. Тот, кто пришел в синагогу после того, как уже сказали брохи, или тем более, если уже начали читать, что ему теперь делать? Если, говорит, у него есть кошерная мигила с собой, он может сделать брохи и начать читать сам, пока не догонит того, кто читает. Если можно его догнать, предполагается здесь, что тот, кто пришел, умеет быстрее читать, чем Хазан. Обычно это не так. Обычно Хазан читает достаточно быстро. И на этом мы заканчиваем наш урок. Третий урок по законам чтения мигилы и по законам Пурима. Урок посвящался.